Расскажу вам кратко, как работала банковская система в Советском Союзе. Это уже чистая история, но понимаете, с чем она полезна? Бывают ситуации, тут со мной сейчас некоторые прыгки. Вот, за 20 лет вы ничего это не сделали. Ребята, вы если посмотрели, сколько за 20 лет сделал в банковской системе, то вы бы глупости не говорили. Потому что банковская система Украины – это шедевр последнего степени, что была в Советском Союзе. Второе дело, что ее вы уничтожаете. Вот смотрите, как работала банковская система. Во-первых, в Советском Союзе был очень интересный анекдот, который давали на засыпку студентам со двой технарям. Ну, им читали экономики немножко. Говорите, а назовите банки, которые существуют в Советском Союзе. Ну, человек сказал, ну, Госбанк, да, Госбанк был. И, и ошибка. Значит, в Советском Союзе было два банка. Госбанк, СССР, ну, соответственно, СССР. И не Шторбанк. А Щадбанк не был. Щадбанк, то, что мы назвали Щадбанк, называлась «Сберегательная касса трудовых сбережений населения». Только во времена Горбачева он действительно сделал Щадбанк. Не удивляйтесь. А до этого не было. Это и было не банк, это была «Сберегательная касса». Поэтому не банк. Отличалось, причем действительно отличалось. Как это все работало? Вообще, я вам скажу, конечно, вам сейчас надо сложно даже понять. Во-первых, компьютеров не было, вы не забывайте. А вот смотрите, как это все работало. К примеру, предприятие трудило продукцию. Друзило, поставило, ну, теперь надо получить деньги. Что происходило? Происходило следующее. Вы отгрузили продукцию, в бухгалтерии печатали так называемые платежные требования. Это не то, что не поручение, а требование. Наоборот. Сейчас, самое интересное, вы его тоже можете использовать, но его практически никто не пользуется. Что такое требование? Это значит, на бумажке вы печатали название предприятия, которое получило с продукции, все его реквизиты, сумму, договор и, ну, как бы говорить, вот заплатите. И дальше печатали свои реквизиты. Все это собирали. Каждый день бухгалтер, ну, в зависимости, какое предприятие главное или кто-либо, ездил в банк. А, еще была какая система? Один счет, одно предприятие. Это в одном городе, в одном, ну, бывали исключения, когда филиалы тогда допускались. Как правило, одно предприятие, один счет. Таких вот не было. Вот он берет эти платежки в бумажном виде, привозит, сдает банк. Сдал. Теперь самое интересное. А дальше как на почте? Работники банка брали вот эти вот ваши платежные требования, распределяли. Если это внутри клиент был в отделении, они просто в другую ячейку ложили, все. Если этот клиент был в другом городе, откладывали. Если в другой области, отдельно. Республики, отдельно. Это все делили. Пакеты и отправляли. Ну, соответственно, в областной центр, республику, Москву. А если где-то вдруг, сначала в Москву, потом из Москвы в республику, область, район. И вот это все и шло, и шло, и шло. Была специальная почта. Филькерская называлась. Это действительно, это была специальная почта. Там отправляли. Вы скажете, долго? Конечно, долго. было бесы сходить. Теперь смотри, где эта бумажка приходит. Что дальше? Вот, опять же, работник, который с бухгалтерией приходил в банк, он сдал одни бумажки. Ему отдали другие бумажки. Вот требования, которые пришли к нему, он их забрал. Принес в бухгалтерию. Да, да, да. Тетушки это все развернули. Посмотрели. Ага. Был такой договор. Да. Мы что-то получили. Да. По складу прошло. Да. Соответственно, теперь требования. Директор ставит подпись. Главный бухгалтер. Подпись. Печать. То есть вы это акцептовали называть. То есть вы согласились эту сумму оплатить. Забрали. Обратно в банк. Извините. Вот тогда банк взял. Ага. Да. Печать. Подпись есть. Все сравнили. Все. Это оторвали. Это оторвали. Это положили. Это оставили. Это вам отдали. Все. Теперь дальше. Банк на основании вот этой вашей бумажки выписывал авизу. Да, да, да. Ну, штаковиза это как бы бумажка, где банк распечатал на печатной машинке какую сумму сего, так сказать, отделение списать или списать в счет предприятия на счет другую. Все это опять складывали в конверте и обратно отсылали. И опять. Республика, область и так далее. То есть понятно, если эти предприятия были по всем Советским Союзам. Бывали случаи полгода. Не выделяясь. Полгода ходила платежка. А куда спишь? Потом, когда она уже приходила, ну, соответственно, на тот деление, где вы обслуживались, там бухгалтер посмотрел, ага, все есть, все бумажки, все подписи и делал так званую проводку. То есть он записывал вам на счет, что у вас пришли деньги. Вот так это работало. По этой причине работники Советской банки были самые несчастные люди. Мало того, что они очень мало получали, то дурений мало. Ну, скажем так, инженерный завод получал больше. Представляете, какой был колоссальный объем работы, ну, я бы сказал, такой мартышкиного труда. Причем, вы же не забывайте, теряется какая-то бумажка, это письма, вернуть, что мы потеряли, мы отправляли. А не забывайте, что им каждый месяц надо было сводить баланс, чтобы это ж копейки нельзя было же потерять. Надо было что-то делать, если что-то там, ну, скажем так. Это было бесконечно. То есть люди тонули бумагой. То есть в конце месяца они ночевали в банке, перебирая эти бумажки. И по этой причине имели минимальный зарплат. По этой причине действительно тогда в банке работать было, скажем, на любителя. Очень на любителя. Вот так работала эта платежа. А почему так работало? Где никакой ценности не представляли? Понимаете, главное было достать. Понимаете, система довольно так была простая. Вот в основном женщина приезжает там на склад, перетёрт, взятку дал, договорился, говорит, отгружай, вперёд, отгрузи. Деньги вообще никого не интересовали. Потому что они, говорят, никакой роли не играли. У вас на счёт могло быть миллиард, а вы ничего, а в основном женщина ничего не достала. Наоборот, у вас на счёт ничего нет. Плевать, он приехал, договорился, забрал на миллиард товар. Деньги, ну, через, Бог даст, через полгода пройдут. Понимаете? По этой причине, почему сейчас немножко совершенно бросили, тут карж за две копейки. Нет. План хозяйства – это роль никакой не играл. На счёт кредита. Значит, смотрите, какая ситуация. Это вообще было интересно. Это же плану хозяйства. Отводили план, сколько кредитам надо выдать в течение года. И директор, ну, там, даже директор банка чаще всего, это начальник отделения. Ну, там было-то не отделение, а комтора называлось. То же самое отделение. Вот, к примеру, Киевская комтора Госбанка, чтобы правильно понять. Ну, разница от этой не меняется. Поэтому были несчастные люди. В каком варианте? Они упрашивали, умоляли, что они на коленях стояли, чтобы директора заводов, колхозов брали кобит. Директора плевались, ругались, скандалили, не хотели. Взятки давали, чтобы брали кредит. Понимаете? Давали взятки, директор взял кредит. Ну, всё очень просто. Да не нужны были эти деньги, понимаете? Ну, вот есть директор совхоза. Да у него там пару миллионов, а у него солярки нет, или, например, доступ нет. И достать их не может. Вот то, что он сейчас возьмёт кредит еще пару миллионов, ему доступ от этой не появится. Понимаете? Никак. Причём, ставки кредита были неизвестные. Значит, смотрите, там были от двух процентов годовых. Самые высокие были семь. Я не знаю почему, кто придумал такую ставку, это в торговле некоторые были семь. А так, как правило, один, два, три, четыре процента годовых. Это всё рубли. Вот это были ставки. Ну, и это бы одни хотели, потому что смысла не было. Ну, ты берешь кредит, тебе эти деньги не надо, потом ещё, ну, там ещё проблемы его надо было формить, потом ещё проценты платить. Вон эта мелочь. Ну, лишняя работа и смысл никого по этой причине ужасно не хотели брать. Ужасно. Что касается населения. Значит, смотрите. Кредитование населения. Вот тут была специфика. Госбанк население не кредитовал. Кредитовал как раз вот эту вот сберегательную кассу. Ну, по-украински «ощадная касса». Значит, ну, получалась интересная ситуация. Вообще, в то время довольно была распространенная расстрочка. Человек приходил в магазин, ну, понятно, какой-то такой, универмаг побольше, брал справку с работы, набирал товар. Ну, исходя из, сколько у него было заработная плата, там было как бы плечо. Пятьдесят это было самое максимальное, двадцать пять, тридцать там ну вот. И, исходя из этого размера, он набирал товар и фактически получал потребительский кредит. Она называлась расстрочка. Ну, разница какая. Причем оформлялся это все в одной точке универмага, в отделе. Плюс тут же он потом платил это универмага. Он даже не догадывался, что кредит оформляет Сбербанк. Точнее, сберегательная касса. Понимаете, там какая система получалась? Получалось, что универмаг как бы брал деньги в сберегательной этой кассе и оформлял на клиента, потом возвращал. То есть, я говорю, там в советском суде понятие денег немножко было другим. По этой причине человек, в общем-то, знал. Вот я купил товар, я здесь оформлю, мне вот это окошко надо носить ежемесячно столько платить и все. А то, что это потребительский кредит оформит через универмаг и через кредитную линию с держи. Кассы? Так какая разница? Ну, по этой тонкости. Ставки были очень низкие сразу же. Там не помню точно, можно ошибиться. По-моему, 4%. Что-то помню. Ну, там, во всяком случае, понимаете, там в основном была проблема плеча. Ну, вы хотите набрать, а зарплата не позволяет. Причем, ну, понимаете, это часто может подрисовать. А там бухгалтерия сильно подрисывает. По этой причине вы проносите. И мало того, очень часто еще как. Бывало, что вы писали за линии, вам зарплату вычисляли, и сразу в этом шканировал приставил. И по этой причине, действительно, вот этот лимит был очень жесткий, перепрыгнуть было нереально. И бывало, когда человек говорит, ну, я все уже, все, все, все. Больше, ну, никак. Я хочу холодильник купить, но пока не погашешь старый? Не, 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 не. Там, действительно, невозвраты не существовали. Потому что, ну, просто, просто. Причем, если человек, не дай Боже, менял работу, то находили сразу. Еще один нюанс, который, вот, кредитование, как покупка недвижимости. Знаете, смотрите. В Советском Союзе понятно. Квартиры раздавали бесплатно. Очередь была колоссальная. Сразу говорю. Десять лет – это считалось нормальным сроком, постоянным. Были люди, которые так и не достаивались. Очень многие так квартиру не получались. Стояли в очереди уже, там, что называется, и дети вырастали, и все вырастало. Была еще такая, так называемая, кооператива. Что это такое? Ну, считалось, что, ну, смотрите, создается кооператив, он строит, это считалось как бы общественной организацией, но в Советском Союзе не было частной, понимаете, поэтому она была общественной. Он как бы строит дом, соответственно, срабатывает такая система. Вы вступаете в кооператив, вносите первый взнос. Ну, как правило, это была сумма 10%. По-моему, когда-то было 25%, ну, было 10% стоимости квартиры. Дальше, а дальше как перейти опять же через сберегательную кассу или, ну, бывали случаи, что через Госбанк, там уже были как раз исключения. Он брал как бы на себя кредитную линию, то есть его как бы кредитовали, а он, соответственно, тогда вам выдавал возможность жить в квартире и потихонечку, потихонечку уплачивать стоимость, доллар. То есть вы сразу 10% получили, получили. Потом в квартире вселили, вселили. И так можно 25 лет платить. Действительно, некоторые люди там долго платили. Ну, небольшую сумму он платил, 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 платил. О, прошло, все. Дождал. Я в кооператив выплатил. Ну, слава Богу, выплатил. И вот это вот срабатывало. Это фактически новые обстоятельства, да. Это кредитовали, да. Причем, ставка там тоже была мизерна. Там 3%, даже были 2%. Потом были случаи, когда, по-моему, двое или трое детей вообще проценты не надо. Ну, то есть получалось как? Главное, вот первый взнос вы занесли, член кооператива стали, квартиру получили, а уже сумма, да, то выплатится. Но, тут опять же, шш, Советский Союз. Понимаете, как кооператив, да. Да, это было типа вообще соорганизация, но решение о создании принимал горосполком. Объясняю. Значит, смотрите. Все планируется. Вот горосполком планировал на 5 лет. Что будет построено в этом городе, там, примерно, 20 квартир. Из 20 квартир, 5 квартир, ну, 20 домов, извиняюсь. Из 20 домов, 5 домов может быть кооперативных. То есть, 5 домов или 3, как он не решит, больше не будет. По этой причине была очередь на бесплатные квартиры и была очередь на кооперативы. Причем, если бесплатно 10 лет, на кооперативы могут быть 5-7 лет. Да, да. То есть, не то, что вы пришли и все, нет. Там такая же самая очередь. По той причине уделяли очень мало. Ну, понятно, что были случаи, какая-то устроиться новый город. Там быстрее очередь. Но потом, как жить в этом новом городе? Черт, в таких местах. Были случаи, когда вас приманили. Вот, там кооператив есть, но там не работа, ничего не или работа, но не та, которая вам надо. А вот Киеве проблема, в Москве проблема. Вот по этой причине. Хотя ты считала, что это как бы можно, но до кооперативы дорваться было сложно. Было небольшое исключение в 70-х годах. Ну, вот в Советском Союзе редко что-то менялось. И цена на кооперативы как-то была стабильна. В 70-х годах почему-то ее пересчитали. Ну, подняли сумму. И в результате, действительно, очень многие люди просто физически не могли заплатить первый взнос. Просто не могли. Несмотря на то, ну, понимаете, для некоторых людей даже там 2-3 тысячи рублей, настоящих рублей. Это была сложность. Ну, зарплата там 112-120 рублей настоящая. Я не говорю про это. И, действительно, были моменты, вот тогда были моменты, когда можно как-то быстрее запрыгнуть. И некоторые, которые могли где-то взять, там, одолжители, набарыжничать, наспекулировать с работой. Вот в Киеве есть такой район, Русановка. Там в свое время его строили как раз вот по этой системе. И там практически больше сейчас домов кооперативные. И там действительно был интересный нюанс, когда очень много, как бы, участников с очень интересной национальности и очень интересной профессией. Вот так сложилось. Таз работал. Вот такая была система. Как видите, все и она отличается. Так что то, что сейчас работает, люди добрые, это супер. и рассказывают, что вот там они... Вот вы сделаете вот это и сравните то, что было с Советским Союзом.